Нормальным людям, которые любят много насилия, мне надоедает. Товарищ мне такой говорит, уже в Маринку 2 играешь, да? По бэку, по бэкграунду, нужна какая-нибудь помощь? Я такой говорю, да какой бэк? Там лейтенант тип топ-топ, тиранида шлёп-шлёп. Конечно же я утрирую, но суть передаёт. В 41-м тысячелетии только война. Довольно простая в понимании игра. И её называют лучшей по Вархаммеру. А знаете почему? Она делает ровно то, что ты себе представляешь. Вся концепция игры работает на то, чтобы показать, что такое Вархаммер в принципе. Авторы реализовали для фанатов нужные точки соприкосновения. Они вот ждали такую игру. Им я не буду рассказывать, потому что они уже знают, что показали силушку гримдарков. 200 тысяч онлайнов, всё такое. Свиньи грязь нашли? Как говорится. Игра хит по факту. Фанатам Звёздных войн повезло, например, меньше. Ждали от недавней Outlaws совсем другого, поэтому она провалилась под лёд. Другим, мимо Тиранину, Space Marine 2 напомнит времена Xbox 360 и конкретно Gears of War. Когда короткая, невероятно зрелищная и брутальная игра, это прямо самый тот жирный супец, который наварили. Вполне возможно, их согреет свет Императора. И начнётся новая жизнь в ослужении, которую они посвятят выжиганию ереси, конечно же, ксеносов и покрасу миник. Красят мне мои миньки другие люди совершенно. Великолепный в своей отвратительности Хеллбрут подарок от подписчика. Любимого подписчика теперь, конечно же. Не отставайте от него, принимаю в дар красоту. Шабла скитариев, механиков, труд одного из главных ваха***в в этой и других вселенных. Лев, спасибо. Другой Лев, как всегда. Я тут не хочешь ничего красить. Ну вот, я подумал мне. Ты ничего не красить. Просто так спасибо хорошо получается. Нет, я сказал, пока не покрасишь. Аравос Квигов, ворочьи банки стоят голые, к сожалению. Ещё у меня есть кассия из коллекторса, рок-трейдер и баннер оттуда же. В общем, я немного угораю. Без фанатизма, поэтому постараюсь относительно взвешенно посмотреть на творение Сейбров. Не то, чтобы я совсем поехал. Ну блин. В смысле? В смысле, ну блин. Горите, грязные чудовища. Несмотря на то, что вторую часть разрабатывали совсем другие люди, сюжет первый желательно знать. Потому что историю про сра... Про сра... Просравленного. Ну, в данном случае похоже. Ультрамарина капитана Тита продолжает. Со времён разборок с орками на мире кузня Грая его заподозрили в ереси, разжаловали и отправили служить чёрным щитом в караул смерти. Грязные ксеносы и тираниды вторглись на планету Кадаку. Одну зацепилось за другое, и вот Тит теперь лейтенант вновь надел ультрамаринскую броню. Его опыт и непробиваемая воля сломят врага. Два синюшных братюни помогут найти в этом немножечко ереси. Что? Опять ересь? Ну, Лев, она всегда, везде и повсюду. Тебя это беспокоит? А не подстилка-то еретическая ли, а? Меня беспокоит только как, кому и когда вдарить и с болтера спальнуть. Так что я не еретик. Я больше Space Marine. Точно не еретик, да? Такая табличка должна быть повешена. Точно не еретик. Не еретик. Еретик! О чём она? Space Marine 2 одна из самых красивых игр года. Очень круто поработали и аниматоры, и модулеры, и работяги по спецэффектам. Их труд лично меня вдохновляет. Может вы им хотите помочь? В школе XYZ могут научить с нуля всему, что должен уметь универсальный 3D специалист. На курсе 3D Generalist освоите анимирование всего, что движется. Создание качественных текстур, игровых сцен, персонажей, объектов и как всё это вместе совмещается. И с такими скиллами вы не ограничены только лишь игровой индустрией. В кино, рекламе, моушен-дизайне и других художественных областях они тоже очень даже нужны. Средняя зарплата после выпуска от 160 тысяч рублей в месяц. За дело, которым потом можно будет гордиться. Может быть кто-то и вашими работами будет вдохновляться. Курс составлен профессионалами своего дела. Они работали над такими громкими проектами, как Atomic Heart, Doom, Fortnite, Call of Duty. За время обучения с их опытом и наставлениями вы создадите больше 30 работ для портфолио. Этого будет достаточно, чтобы не считаться начинающим, а вполне себе мидлом. Также курс станет вашей проходкой в крупнейшее сообщество любителей игровой индустрии. Все мы знаем, что знакомство это всё. Там помогут советам, может команда по интересам образуется для собственного проекта. Ну и работу так находят. Впрочем, карьерный центр XYZ тоже займется вашим трудоустройством. Подготовит к собеседованию. Научит себя подавать и правильно оценивать. Школа обеспечит уверенный старт в карьере, чтобы было не страшно. В данный момент скидка на курс 3D Generalist составляет 40%. А с моим промокодом PIXEL можно скинуть ещё 5% и получить дополнительный курс в подарок. По ссылке в описании или этому QR-коду вы узнаете, как всё организовано и другие важные подробности. Заходите, не стесняйтесь, будущее ждёт. Что есть твоё ремесло? Моё ремесло — смерть. В чём ты клянёшься? На сюжет игры можно посмотреть с двух ракурсов. Вот так-то отсюда у нас на руках такая незамысловатая операция космических пехотинцев. Нужны те большие пушки, чтобы вдавить тиранидам. Делаем. Нам нужно спасти механиков, они делают на планете важную работу. Тоже делаем. Угроза нарастает. Делаем всех, кто попался на пути от сих и до следующих врат хаоса. С полчищами врагов, океанами кровяки и масштабной военной движухой. Зрелищно, впечатляюще. И потихоньку вся чепуха Вахи начинает проникать в мозг прям, как вода через сито. Пафосные фразочки про свет императора, братство, отвагу — всё возведено в абсолют выше небес и дальше. Массивные, значит, конструкции просто фантастические, которые делали какие-то сумасшедшие крутые люди. Свалка нахрен, заводы. Ну, что может быть в этом интересного? Но эти делают, ребята, интересными даже их. Умопомрачительная величественная архитектура в принципе. Но если с другого угла смотреть, всё это не просто блестящие цацки на броне и красивая техника, ритуалы и обычаи. А заклёпочная лев пора у всего есть своё значение и назначение. Визуализация идеологии и жизнь этого мира столько лет продумывалась? Действующие лица, знаете, тоже имеют богатую историю. Можете не сомневаться, что второе дно найдётся, если начать искать, узнавать и так далее. То есть игра даёт и нашим, и вашим. Не совсем уж закапываясь какие-то локальные, непонятные для нормального человека мемы. Но к лору относятся с уважением. Ну, насколько я это понимаю. Вроде пока никто не жаловался особо. Да, потому что все как только видят вот это вот... Как бы главное воспринять атмосферу этого всего. Главное прочувствовать, там, питать это всё, да. Насколько это брутально всё происходит. Какие мужики эти просто там изрезанные, бедные, огромные там и так далее. Какие они костюмы носят. И когда вот этот роличек был там, в начале, когда ты ультрамаринскую доспех одеваешь заново. То, что он там с таким прям с яжестью одевается, надевает и так далее. Вот прям прочувствовал это себя. То есть вообще Вархаммер для этого и существует, чтобы прочувствовать вот этот тяжелый брутализм вообще этого мира. Всё. Поэтому всё и огромное такое, типа. Если космический корабль, то он там неимоверных размеров в рам летающий и так далее. Собор, да. А если здание, то оно размером просто вот там с гору, блин. Завод тоже с гору. Если зверюга, то опять же, огроменная настолько. И как они вот, понимаешь, каждое движение даже чувствуешь. Как плюхаются они, когда ходят. Ну, даже не ходят, а бегают. И размер. Размер, да, обычный человечек и ультрамарин. И всё, вот как в Думе. Помнишь, была сценка, когда идёт Дунгай? От него все вот так вот отшатываются, учёные, на базе. Всегда такие впечатления. Кодианцы стоят, такие, боже мой, мы спасены, потому что ультрамары пришли. До этого мы, просто, букашки, муравьишки ни хрена не сделаем. Ну, просто орды. Тираниды, да. Мы ничего с ними не можем сделать, только удержать. А эти нас спасут. Понимаешь, каждая минута про это. И больше всего мне нравится, что мы активно взаимодействуем с 41-м тысячелетием. Никаких долбанных укрытий, никакого стелса. Впрыгиваем в гущу тиранидов и топчем их, рубим просто кучами. Внезапно это даже не шутер, как можно подумать изначально, а скорее слэшер, в котором можно пострелять. Из чего вылезают, конечно же, особенности определенные. Как хорошие, так и плохие. Поскольку нас мало, а их много, мы всегда превозмогаем. Это тоже часть вселенной, поэтому вроде как нормально. Получается, нужно соблюдать тонкий баланс между изничтожением и восполнением здоровья. На условном пиломяче у нас комбинации, например, которые заканчиваются всегда финишером, убивающим мелких и отбрасывающим тех, кто побольше. И добиваем оставшихся в живых из пистолета. Нет цели, просто достаточно кнопочку нажать. Синие атаки можно контрить и после тоже впечатывать пули, если туша побольше. Мелкие просто сразу лопаются. Добивание могут возвращать здоровье, если не наглухо отгрызли. И обязательно восстанавливают броню. Есть перекат в случае красных атак и других непонятных ситуаций. Способность «Праведная ярость» — это типичный рейдж-режим. С восстановлением хелсбара в процессе. Гранаты на хилкина. Вы обвешены всеми мыслимыми и немыслимыми способами убийства. А в самим танк. Больше обычных людей «Росэнцы», как я уже говорил. Сильнее и прочнее, естественно. Поэтому один ваш удар — как выстрел из корабельной пушки. Стволы примерно таких же размеров. Просто от танка. Мог взять бы и стрелять. Жаль, такого нету момента. А надо было. Там же знаешь, что такое болтер-то? То, что он стреляет не просто пулями, а маленькими ракетами, которые тут взрываются. Вот видишь детальки, да? Ты сразу такие узнаешь все детали. И там очень интересно познавать эти кусочки. Причем зачастую, которые обычно не имеют значения. А здесь все гипертрофировано. Даже пули — это не пуля, а ракета. От любого движения тушки врагов превращаются в кровавый дождь. Этим надо наслаждаться. Получать заряд адреналина от каждой оторванной башки. Каждого красного фонтана. Др-др-др-др-волтера. И треска костей. Это ваша музыка жизни. Она часть эстетики. Если вы ее не понимаете, то даже за 8-10 часов в сюжетке вы можете устать. Есть люди, которые говорят, ну что-то под конец надоедает. Нормальным людям, которые любят много насилия. Мне надоедает. Потому что врагов еще библейских пропорций тучи. Что заполняет весь экран буквально. И все ваши. Не расслабляйтесь. Узел связи. Нашим братьям там внизу приходится нелегко. Это мы устроили адскому ксенусу подобающие поворны. И даже если вам это все нравится, есть небольшой ряд проблем, которые по большей части связаны не с самими механиками, а с балансом, на мой взгляд. Ветеран сложность выше стандартной, но ее считают правильной для игры. Да, приходится постараться, но проходимо, я считаю. Без вопросов, вообще проходится. И тут начинают проглядываться проблемки, которые идут из прошлого студии. Разом происходят три вещи. Окружают, издалека стреляют. И нам надо выполнять какое-то задание. Положим, отстреливать от вышек летучих тварей. Вы делать три вещи разом не можете. Только одну. Думаете, и напарников как-то поможет хоть с одной из проблем? Че ты на меня-то смотришь? Угадай. Дай мне, будем играть, будем, будем скоро. Пока в одиночку прошел, и че? Подставил меня, знаете, Лев. Понимаешь, можно успевать восстанавливать жизнью броню, пока крошите одних, а другие у вас стреляют. Ну, то есть терпеть можно. Потом вы, конечно, двигаетесь дальше. Но смотреть вы будете постоянно на красный экран. От низкого здоровья брони. Отключить это нельзя. Сбегать за патронами под обстрелом? Красины на экране. Взять мельту, такой огненный дробовик, на небольшие дистанции бьет. А в этот момент обязательно появится стрелок жирный за пределами арены, до которого даже не добежишь. Смотришь опять на краснину на экране. Напарники тебя просто вот никак не дополняют. Ровно та же херня была с высоким уровнем сложности в герзах. При низком здоровье там еще и бляха по центру рисовалась. Просто такое дерьмо ненавижу. Я хочу видеть насилие, зачем закрывать его? Ну, конечно, ты поймешь, что ты болен, что у тебя мало здоровья. Так сложно это понять. Должно бы все интуитивно. Ну, не настолько, понимаешь? Ты должен сразу понимать, что, типа, надо укрываться, надо укрываться. Я понимаю, но это происходит буквально каждую секунду. Ты только отожрал себе броню, тебе ее буквально спустя пару секунд уже снесли. Потому что на ветеране много всего. У тебя его окружают. Буквально. Их настолько много. Ну да. Причем самое смешное, что я прочувствовал на ветеране. Ну, у тебя все нормально. Ты такой дерешься, дерешься. И вдруг из того и сего просто у тебя вся броня ушла, все здоровье ушло в минус. Это как вообще так? Понимаешь, так происходит буквально через каждый шаг практически в сюжетной кампании. Потому что никто тебе не поможет. Никто не возьмет на себя определенную роль. Никто не будет стрелять, зачищать вот этих движущихся пока. Никто снайперов лупить не будет. Никто не будет выполнять задания, которые надо выполнять. А здесь еще и лезут всякие. Понимаешь? В это проблема. Это как бы вопрос баланса. Сколько человек в Space Marine, в Ультрамарине терпит и может терпеть до краснины на экране? Снаряжение на готове. Допростит нас, император. Это провал. А на средней сложности слишком просто. Нужно было что-то где-то между, я считаю. Либо, что очевиднее, нужно играть в кампании живых людей. Потому что, я напомню, Сейбры делали World War Z. Кооперативную крошилку про орды зомбаков. Тираниды абсолютно себя так же ведут. Они так же в горочке собираются перед большими стенами. Все то же самое, их еще больше даже, чем показывали в той игре. Они говорят, ну, естественно, научились на том, чтобы сделать здесь хорошо и красиво. И вот становится понятно, почему же частенько встречается геймдизайн миссий по типу Защити очередную область. Защити объект. Потому что развлекуха из того же разряда. Ну и отдельный от сюжета ПВЕ миссии, поэтому тоже есть. Меня в целом, конечно, такие задачи простые не беспокоят. Потому что, опять же, вписывается в концепцию космодесанта. Это кошмар всех, кто их встретит. Между еще и зрелищные сцены, от которых визжать хочется. Под конец прямо... Вот то самое болтер порно, которое все хотят увидеть. Как движется это все, как действует, как взаимодействует. Потому что на самом визуал, на фигурки там насмотрелись. Каждый играет, покрасил, сюда-сюда. А двигаются и друг друга бодают они вот так вот. Довольно редко. Всегда мне лично хотелось увидеть что-то подобное во вселенной. Ну, естественно, было много классных игр, так или иначе. Хаусгейты. Последние тоже неплохие. Но вот когда экшен в этом, еще и дорогой, красивый, все как надо. А еще и в реал тайме. Обычно это тактики какие-нибудь. Ну, в том-то и дело. То есть, руктрейдер как бы хороша не была. Это все-таки РПГ и походы. Это немножко не совсем. Тут тоже классно, но по-другому. Игры могут просто быть веселыми, если правильно расставить приоритеты. Space Marine 2 справляется с задачей с блеском, я считаю. Проклятые споры. Кадианцы быстро с ними успеются. Точно. ПВЕ тоже в некотором смысле сюжетное. Другой команды и ультрамаринов параллельно с Титом и компанией выполняем менее значимые задачи в тех же местах и примерно тех же условиях. Потому что он даже с ними общается по сюжету. Тит. И мы просто знаем уже, чем они заняты, по идее. Потом переключаемся на них, если захотите, можно после всей компании. Не важно. Вы берете команду Б, грубо говоря. Здесь, правда, есть четкое разделение на классы и больше всяких способностей. Не только рейдж режим и не только рейдс ракет. Воспринимается именно так, как кажется. Постоянный распил. Мне норм. Больше его про них не сказать, если честно. Она такая, ну, чуть более второсортная. Но все еще весело, потому что про насилие. Еще есть соревновательный режим. Но этот геймплей не создан для командных сражений с такими же ультрамаринами. В смысле, хаос-маринами. Он нужен для уничтожения всякой мелочевки, а не битв заточки, на мой взгляд. Бросил, честно говоря, сразу же и не собираюсь продолжать. Как-то скучновато, на мой взгляд. Да я, в принципе, PvP не очень люблю. Особенно вот такое, ну, какое-нибудь многое. Дубовое. Ну, просто геймплей продумывался не для того. Поэтому он не совсем хорошо работает в PvP. Мне лично хотелось бы немного усилить метоловую атмосферу. Ну, здесь то же самое практически. Черепа, цепи, свечи и мракота. Ну, как положено. А вот музыки как в Doom нет. Очень жаль, на мой взгляд. То есть бой роковых барабанов и какой-нибудь сочный голубчик отлично подошли. Самое время включить что-нибудь из Болфройера и Белокора. Это метольная группа, которая чисто про Вархаммера. Ну, ладно, частично. Так, если ты знаешь какие-то группы, которые делают песни по Вархаммеру. За императора! Абсолютно так, да. Белите суп на варилии. А как ты думал, так и есть. Болтер дры-дры-дры-дры, всех рублю, ей! Вот не хватает этой тяжести немного в саундтреке. Ну, здесь, естественно, такой оркестровый, немного стандартный. Немножко невыразительный, на мой взгляд. Ну, то есть, да, там есть Гримдарк этот тяжелый, да, такой готичный, грубо говоря. Передает атмосферу. Мне кажется, надо было вот гитарок побольше. С каким управлением лучше себя чувствует игра, я так и не понял. Потому что клава-мышь не очень подходит для слэшеров. Долбить ПКМ мне как-то не нравится. Но прицельная стрельба здесь на колесике, вот, на нажимании колесика. Перебиндить можно, конечно, но вот ни один из вариантов мне так и не понравился. А на геймпаде стрелять так себе. Че хотите с этим-то и делать? Немного технически игру болтает. Многие ругаются, но мне всего лишь пришлось биос на мамке перепрошить на новой. Ну, тут виноваты, скорее всего, Интелы, которые поломали топовые процессоры 13 и 14 серии. Вряд ли игра. Там с анриловыми играми постоянно какие-то проблемы. Теперь, видимо, их починили с новой прошивкой. В остальном у меня в кои-то веки все работало в 4К нормально. Картинку она выдает сочную, крутую. Не показатель, конечно, с топовой конфигой, но уже лучше работает, чем многие последние игры. Это хороший показатель. Остальные могло повести меньше, как, например, Salt Loss. Star Wars. Она там, ну, такая. А ты с дорисовкой кадра? Ну, DLSS, но не генерацией. То есть, не совсем. Промежуточный вариант нынче. Мне пришлось включить режим на ноуте, который с чем он? 30-70. Пришлось включить этот 1.7, короче говоря, масштаб. Ну, то есть, она уменьшает. Ага. Или дорисовывает, короче говоря, до нового. До правильного разрешения. Только тогда начала быстро работать. Ну что ж, бывает. Наконец-то пошли next-gen игры. Подытоживая, я не скажу, что Space Marine 2 хит на все времена. Поработать есть над чем. События не назвал бы какими-то выдающимися. То есть, масштабы? Да. Персонажи очень аккуратно представлены. Их отношения понятны. Брагос вполне очевиден. Тут уже важнее детали, которые чутка сложнее оценить всем на свете. Когда появляются определенные лица, которых ты не знаешь. И вот в сторону каких-то нюансов для всех я бы двинулся дальше. То есть, давать больше, ну, вот такой вот движухи, которая была бы понятна. Кружающим мимо тирании, как я уже обозвал. Над геймплеем тоже можно поработать. Меньше сумбура и больше четкости хотелось бы. В сингле не самым лучшим образом работают свалки. Не понять, кого контрит. Тебя просто со всех сторон облепляют. И черт его пойми, как жить в одного. Но при всем при этом, я бы хотел, чтобы у нас каждый год выходила хотя бы вот такая яркая и сочная игра по вай. Вместо Call of Duty. Получая, знаешь, свою дозу умопомрачительного экшена, который, может, не обязательно должен быть умным или каким-то изобретательным, а простым, понятным, веселым месивом. А не дешевые попытки выкатить на лицензии. Такой честный труд хороших студий. Оправдать такую экономическую модель легко, как мне кажется, потому что 60-70 баксов — это двухнедельный бюджет на солдатиков и краски. Буквально парочка высокоранговых миник. Фанаты могут на сдачу брать такие игры. У них карманы бездонные, судя по всему. А я бы также потихонечку познавал разные стороны вахи. Через игры мне очень нравится это делать. Еще не раз пройду с разными людьми компанию. И ПВЕ-миссии за разные классы попробуй, потому что я сегодня играю с одним, завтра с другим. Лев, когда освободится, с ним поиграю. Я собираюсь это сделать, я такое редко хочу. И мне кажется, многим тоже, возможно, захочется. Очень рекомендую. Хватит делать игры для всех и не для кого. Ваху, в массы. Это было императоры. Ну, это обязательно, конечно. Кто-то должен был это сказать. Да, да, да. Жаль ее пропускать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова